Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, я только-только что вернулась из Паду, и признаться, да, сегодняшнее видео будет о гречневом марафоне. Я еще не ела гречку, даже не знала, успею ее съесть или нет. И сегодняшнее видео будет посвящено очень интересной теме. У меня был задан вопрос, Яна, ну как побороть приступы голода? Я сегодня вам объясню, что на мой взгляд, потому что я интересовалась этим вопросом, означают вот эти приступы голода, когда ты только думаешь о еде, когда тебе хочется есть, и когда действительно твой организм постоянно требует еды. И мне был задан конкретный вопрос, как же устоять против вот той шоколадки, которая лежит за дверцей шкафчика на кухне. Сегодня я расскажу вам о своем опыте, сегодня я расскажу вам, как я вижу эту ситуацию. Итак, поздравляю всех со вторым днем гречневого марафона. Вчера я пила свой чай, и могу сказать, что, наверное, скоро меня обвинят в том, что у меня нет денег купить себе зеленый чай, либо любой другой чай. Но я действительно стала делать себе вот такой напиток из куркумы, плюс перец, плюс самая обычная горячая вода. Иногда добавляю туда корицу. Внимание, если будете добавлять корицу, будьте очень внимательны потом к вашим зубам, потому что корица очень мелкая и тяжело вымывается зубов, прям-таки зубы нужно чистить после такого напитка. И также будьте внимательны, если вы пьете такой чай, не пейте его на работе, потому что вот здесь тоже остается такой очень сложно уходящий желтый след. При этом зубы не окрашиваются в желтый от куркумы, а вот кожа, да, когда я пью чай, мне нужно быть очень внимательной, чтобы потом не остаться вот с таким желтым, желтой дугой над верхней губой. И я совершенно точно могу сказать, что такой напиток для меня, по крайней мере, является мочегонным. Я никогда не замечала такого эффекта, когда добавляла куркуму и перец черный в самый обычный зеленый чай, теперь зеленого чая у меня нет, я просто пью, что называется, кипяточек, подкрашенный куркумой, перцем, а также корицей. И плюс я добавила туда, я думаю, что многие понимают, зачем и почему. Прежде всего, свой утренний чай я добавила совсем-совсем чуть-чуть, вот буквально на кончике ножа я добавила чуть-чуть оливкового масла, точнее не оливкового, а кокосового масла, потому что я все равно добавляю это масло в гречку. Поэтому добавила его в напиток утренний, прежде всего для того, чтобы желчь отошла, которая скапливается за ночь. Это совершенно естественно, чтобы с утра эта желчь отходила, чтобы желчный пузырь освобождался от желчи, и чтобы это не приводило к накоплению камней, к формированию камней, необходимо, да, если мы с утра не едим, съедать что-то жирное, употреблять что-то жирное, минимума жира будет достаточно, растительного жира, как в моем случае я добавляю в чай, для того, чтобы все процессы были запущены. Но если вы завтракаете гречкой, то, в общем-то, для вас это совершенно не важно. Простите, дорогие зрители, я несколько не могу собраться с мыслями, потому что, повторюсь, только приехала, даже не переодеваюсь, сейчас поеду уже за Данчиком в детский сад. Поэтому мой рацион вчера состоял из вот такого напитка, который является совершенно точно, обладает точнее мочегонными свойствами, и одной порции гречки. Почему только одной? Потому что, во-первых, я не хочу есть, я выхожу на гречневый свой марафон в который раз, достаточно подготовленный, я привыкла есть очень мало, я привыкла есть один, максимум два раза в сутки. Если я ем два раза в сутки, то порции вообще какие-то минимальные, это, допустим, яблоко, и на что-то, на второй прием пищи, это какая-то, опять же, крупа, может быть, либо салат. То есть я ем действительно очень мало, поэтому я и не хочу, и не хочу есть. А сегодня я еще не ела, то есть у меня получается интервальное голодание, но я себя совершенно нормально ощущаю. И если я не успею сейчас поесть гречку, расскажу об этом вам завтра, то, скорее всего, сегодня гречку я есть и не буду. Ограничусь только своим напитком. Итак, что делать, когда вот мы хотим есть? И очень многим, я думаю, сложно поверить в то, что я есть, действительно не хочу. Я бы сама раньше не поверила, но могу сказать совершенно точно, что, наверное, первые пять дней для многих и первая неделя, а, возможно, вот для них гречневый марафон и продлится всего неделю, потому что у нас у всех разная выносливость, у нас разные ритмы в жизни, и действительно многим, возможно, будет сложно на этом гречневом марафоне. Могу сказать, что вот пять дней по тому, что я читаю в комментариях, по своим наблюдениям, это самые сложные дни, когда мы хотим есть. Почему это происходит? Просто потому, что организм усиленно требует... Следующее видео я запишу, но уже затрагивала тему гликемического индекса, той еды, которую мы потребляем, как это связано прежде всего, с тем расходуются наши запасы, либо не расходуются. Что происходит с нашим целлюлитом женским, что происходит с нашей подкожно-жировой клетчаткой. Так вот, когда организм хочет есть, требует от нас есть, и мы действительно не можем ничего поделать с собой, все наши мысли только о еде, вы себя поздравьте, потому что именно в этот момент и переходит перенастройка. В этот момент вы не даете то, к чему привык ваш организм, к быстрой глюкозе прежде всего. Как вообще был выяснен гликемический индекс? Один пытливый ум, один доктор, он заметил, что у пациента с сахарным диабетом сахар повышается в крови, вне зависимости от того, ели они сладкую еду или нет. Это значит для нас с вами, сидящих на гречневом марафоне, что нам не хватает вот этой глюкозы, точнее, не глюкозы, это более сложная реакция, но инсулин вырабатывается именно на глюкозу, на то, чтобы понизить уровень сахара в нашей крови. Так вот, в тот момент, когда мы испытываем вот это дикое желание есть, и все наши мысли о еде, очень часто, кстати, мы не чувствуем чувство голода, мы не ощущаем чувство голода, мы действительно думаем о еде, нам кажется, что нам нужно сесть поесть, не приходит именно ощущение насыщения. И обратите внимание, что это два разных состояния. Когда у тебя нет ощущения насыщения и чувства голода, это совершенно два разных понятия. Голод – это когда действительно тебе сосет под ложечкой, иногда даже до тошноты, иногда даже кажется, что ты уже есть, не хочешь, настолько ты голоден. А чувство насыщения – это чувство действительно переполненного желудка, это совершенно два разных состояния. Так вот, когда мы едим одну порцию, вторую порцию, в данном случае гречки, и нам кажется, что мы третью съедим, и непонятно, куда она у нас проваливается, Это не что иное, как вот опять же мы перенастраиваемся, потому что потом будет гораздо легче. Возможно, с многими из вас случится так же, как и со мной, вы видите на совершенно другое питание. Когда и вы сможете сказать, несмотря на то, что все вокруг будут удивляться, как можно одно яблочко в день скушать, у меня даже видео на канале есть, но вы будете чувствовать себя при этом комфортно, вы будете ощущать себя бодро, вы будете на самом деле не испытывать никаких проблем. Я знаю сейчас очень много, может быть, комментариев на тему того, что все это, все последствия такого питания и такой диеты, они отложены вам во времени. Но я могу сказать то, что я меняю свой рацион, поменяла его прежде всего потому, что как я чувствую себя здесь и сейчас. То есть я не форсирую события, я не издеваюсь над собой, но я думаю, что опять же на видео я транслирую образ человека, достаточно довольного жизнью собой и комфортно себя ощущающего в этой жизни. Это видео, возможно, тоже будет записано с одного кадра, без единой склейки на монтаже. Соответственно, я прекрасно владею своими мыслями, то есть концентрация у меня не падает. Упала концентрация, забыла, к чему я все это говорила. Да, я говорила, наверное, о том, что можно прийти вот к такому питанию, когда ты не чувствуешь вот в этой необходимости питаться и питаться. Да, я хочу продолжить мысль о том, что все негативные последствия вот такой диеты, таких ограничений могут настигнуть меня и вас, если вы решили так же питаться, либо решите так же питаться. Основной аргумент тех, кто против, могут настигнуть последствия такого питания в неотдаленном будущем. Но я могу сказать, как человек здравомыслящий, как человек, который изучает и интересуется подобными вопросами питания прежде всего, я могу сказать, что очень многих из нас настигнут последствия нашего питания традиционного. Чуть-чуть колбаски, чуть-чуть пиццы, чуть-чуть сырочка, чуть-чуть молока, чуть-чуть много того из того, что я, в общем-то, уже не хочу. Я насытилась, но продолжаю есть за компанию, продолжаю есть, потому что мне кажется, что я должна есть три раза в день, еще желательно один полдник и так далее, и так далее. И последствия такого питания, они тоже настигнут большинство из тех людей, которые придерживаются такого питания. Поэтому, в общем-то, если уж и иметь проблемы от питания, я, если честно, могу сказать, что здесь и сейчас делаю выбор в сторону того, как питаюсь я, потому что у меня нет тяжести, у меня прекрасная кожа, у меня прекрасный сон, у меня нет запаха пота и так далее. И очень много тех вещей, о которых я рассказала в самом первом видео, где рассказала, чего можно ожидать с гречневого марафона. Поэтому, да, я предпочитаю вот сейчас такое качество жизни, которое я имею, возможно, с гипотетическими проблемами в будущем. Но, опять же, всеми вопросами нужно интересоваться, как должна отходить желчь, как вообще происходит пищеварение. Если мы все будем этим интересоваться, для себя прежде всего искать информацию, то я думаю, что в итоге, в масштабе всей жизни мы будем все-таки людьми более здоровыми, чем люди, которые остаются и предпочитают традиционное питание, которое рекомендовано. Опять же, очень много вопросов, почему рекомендуется такое питание. Что делать с желанием съесть шоколадку? Съесть шоколадку. Могу сказать, что я человек, который ел ночью шоколадки, который ел ночью шоколадки и прятал фантики, который ел ночью не одну шоколадку. Почему я это делала ночью? Потому что мне не нравилось, что меня кто-то может увидеть, что мне кто-то может сказать, ага, ты что ли едешь, сидела до этого. Я сейчас говорю не о своем гречевом марафоне, не предыдущем, не о том, что происходит сейчас. Я говорю о событиях, которые могли иметь место, допустим, 10 лет тому назад. Я на самом деле предпочитала есть, что называется, одна и в темноте, потому что я была человеком, которому, как я уже сказала, было очень сложно удерживать вот эти 57-58 килограмм. Если сейчас в своих 53-54 я нахожусь с максимальным комфортом, и в общем-то я часто рассказываю, что мы с семьей и пиццу едим, и я позволяю себе пиццу раз в неделю, и какие-то вот такие сложные продукты, и мороженое я недавно ела, это никак не отражается на моем весе. В то время как раньше действительно какой-нибудь лишний кусок сыра, плюс кусок хлеба на пикнике, который мы могли съедать, выезжая куда-то, они сразу же отражались на моем весе. Поэтому я все время как будто бы сидела на диете, все время себя ограничивала, все время понимала, что это нужно делать прежде всего, потому что мне комфортно в моей одежде, мне совершенно не хотелось менять гардероб, поэтому я предпочитала есть, что называется, одна и в темноте. И могу вам сказать, дорогие зрительницы, либо зрители, кто меня смотрит, что я вообще отношусь к таким так называемым срывам, и говорил об этом в прошлых своих видео, на прошлых марафонах, достаточно спокойно, потому что, ну, каждому из нас случается выйти в белом пальто, в белых брюках, в белой обуви, и, допустим, нас обрызгала машина, нам очень обидно, мы стоим и хочется плакать, но тем не менее, скорее всего, если мы уже достаточно далеко от дома, мы пойдем дальше туда, куда мы шли, мы будем расстроены, но тем не менее, самое важное, что мы прибудем в пункт нашего назначения, в пункт нашей цели, мы можем вообще выйти, подскользнуться на банановой кожуре. Очень больно, очень обидно упасть, но мы не будем лежать часами на месте, на тротуаре, в лужу, допустим, мы упали, и расстраиваться, и думать, что навсегда в этой луже мы останемся лежать, просто потому что вот так не повезло, мы на этой банановой кожуре подскользнулись. Вот так же и со срывами, да, съели шоколадку, это случилось с вами на первый день марафона, второй день марафона, вообще это периодически случается, нужно просто простить себя за это, простить и понять, и, в общем-то, понимать, что всегда можно дойти. Единственное, что вот эта съеденная шоколадка, возможно, сделает ваш путь более долгим, либо вам придется приложить больше усилий для достижения вашей цели, какой вы поставили. Ничего больше это не означает, поэтому если с вами происходят подобные срывы, а, возможно, иногда и стоит поддаться желанию съесть шоколадку, я, возможно, бы даже рекомендовала это сделать по какому-нибудь истечению седьмого дня марафона, и посмотреть, как вы будете чувствовать вкус, как вы будете чувствовать сладость, но при условии, что вы действительно честно пробовали на марафоне на одной гречке, на одном чае, на каких-то травяных чаях, вот действительно семь дней, посмотреть, как вы сами ощущаете этот вкус, быть честными самими с собой, вам слишком сладко, вы насытились уже двумя кусочками, а раньше вам нужно было шесть, либо наоборот, вам хватило шести, а раньше нужна была целая плитка шоколада. То есть прислушаться к себе, посмотреть, что происходит, И, в общем-то, у меня, по крайней мере, именно так и отпустило желание поглощать много-много чего-то, что я сама же себе запрещала. Поэтому, дорогие зрители, приветствую всех на втором дне марафона. Для меня он практически заканчивается, потому что сейчас 4 часа вечера. Вряд ли, вряд ли я сегодня сварю себе гречку. Вот такое интервальное голодание со мной сегодня случилось. Единственное, что хочу сказать, также забыла упомянуть, что я себе зерна проращила, и я вчера себе зерна замочила. Поэтому сегодня, скорее всего, вечером, если я не успею сварить гречку, не захочу ее есть, потому что такое тоже может произойти, и я не буду ужинать, я обязательно съем столовую ложку пророчного зерна. И если у вас есть возможность и желание проращивать себе зерно, это то, что я бы однозначно добавила к гречневой диете. Во-первых, это микроэлементы, которые никогда не помешают, это витамины, которые никогда не помешают, ну и вообще это очень-очень здоровая еда, если верить людям, которые разбираются в этом вопросе, уж точно лучше, чем я. Желаю всем хорошего настроения на гречневом марафоне и не только. Увидимся очень скоро. Это была Аняна Скворцова. Всем пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...